Дорогие друзья, меня зовут Бычкова Светлана, и я являюсь экскурсоводом по Смоленску и Смоленской области. И сегодня с удовольствием прочту для вас третью сказку из этого замечательного сборника «Смоленских сказок». И называется она «О летучем старике». Жил мужик, и было у него три сына. Два умных, а третий поглупее. Отец и говорит сыну, который поглупее. Хоть бы ты сходил в лес, да подобрал где-нибудь местечко, Мы препоносеяли малым ребятам, да и тебе бы иногда перепало. О, батюшка, хорошо вы мне сказали. Как соскочит он с печи и без топора, босой в лес побежал. Прибежал, выбрал место, больше десятины. Человек он был не очень умный, зато очень сильный. Деревья не рубил, а с корнем нарывал. Три дня от зари до зари деревья драл, да как хворост в куче складывал. Не ел, не пил и домой не ходил. На четвертые сутки приходит и говорит отцу, Поезжай, батюшка, в город, купи куль репы, будем с тобой сеять. Отец говорит, сперва надо рощисть приготовить, а потом уж сеять. А ты сходи, посмотри, десятина уж готова, сеять пора. Отец не поверил, но говорит, ну ладно, сын, веди меня на то место. Приходит. Отец только руками хлопнул, да головой покачал. Как же это Бог помог тебе, спрашивает. Потом говорит, и правда, что куль репы надо. Поехал в город, купил куль репы, привез домой, пошли они с сыном сеять. Отец ходит по полю туда-сюда, семена разбрасывает, а сын лежит да приговаривает. Расти, расти репа, по каретному колесу. Посеяли репу и пришли домой. Три дня только прошло, а сын говорит, батюшка, надо бы сходить репу посмотреть, не таскает ли ее кто. Глупый ты мой сын, еще репа не всходила. Через неделю опять говорит отцу, батюшка, надо посмотреть репу, я во сне видел, что кто-то ее таскает. Отец отвечает, ну тогда пойду посмотрю. Приходит к полю и видит, две кучи ботвы навалены. Рассказал дома об этом, сын заплакал. Вот, я тебя давно посылал. Побежал к полю, выдернул одну репину, на плечо взвалил и принес домой. Стал в дом вносить, а она в дверь не проходит, косая сажень в той репе оказалась. Взял тогда топор, разрубил ее на части и в избу побросал. Братья репину увидали, дивятся. Подходит ночь. Отец и говорит старшему сыну, пойди к полю на караул, кто-то репу таскает. Умный сын подумал, куда я пойду. Верно репу какое-нибудь чудище берет, прибьет меня насмерть. Пошел он в пуню, переночевал, а утром говорит, никого я не видел. Приходит другая ночь, посылает отец другого сына на караул, и этот побоялся. Забрался умник в чужую пуню, переночевал и домой пришел. Никого я не видел. Приходит третья ночь. Говорит отец сыну, которого Бог умом обидел. Теперь тебе, сынок, идти. Уж вижу, что мне самому надо идти. Сам я место выбирал, сам поле готовил, с тобой репу сеял, сам пойду и на караул. Пошел к кузнецу, сковал палку железную в полпуда весом и отправился репу стеречь. Лег там под кучу ботвы и ждет час, два, три. И приходит полночь. Поднялся такой сильный ветер, что стало даже лес ломать. Прилетает огромный старик и давай репу таскать. Вытащит, ботву оторвет, да через поле в кучу бросит. А репину в рот. Только треск стоит. Иван смотрел, смотрел и жалко ему стало своей репы. Выскочил он из-под копны и давай этого старика железной палкой охаживать. Хресь между крыл, хресь по голове, хресь между крыл, хресь по голове. Старик только охнул, хотел улететь, а мужик его в земле придавил и все палкой железной колодит. Устал Иван бить и говорит. Здорово, старый, ты зачем мою репу брал? Да есть хотел, отвечает. Ну ладно, тогда прощаю. Еле поднялся старик. Покряхтел, крыльями взмахнул, а лететь не может. Перья переломаны. Видит Иван дрианделом. Говорит. Хочешь, старый, оставайся у меня караульщиком. Ешь за это репы сколько захочешь. Остался летучий старик репу стеречен. А как отросли на его крыльях перья, улетел. Приходит Иван на поле, ни старика, ни репы. Вот такая история. Ну а мне остается вам пожелать только читать смоленские сказки, ведь в них так много всего поучительного.